Всем здарова, братва на связи, как всегда, я Малфой! И это 118 серия Пути Бомжа на Хасл Онлайн! На моём балансе 75 миллионов, и вне записи видео у меня купили два последние ключа. Эмоции от этого прям крутые, когда понимаешь, что скоро добьёшь сотку. Вернули сварку, вернули очки, животный жир тоже вернули, а все остальные предметы на месте. Пополняем сытость на 100%, этого паренька я обещал ставить видос, поэтому космос привет! Ну и моя задача сейчас найти, где продаются мои новогодние кейсы. Вообще по ценам мне очень больно смотреть, потому что 35 тысяч, но я облажался так по полной. Мне казалось, что новогодние кейсы выбивать уже нельзя, соответственно они должны были вырасти в цене из-за дефицита. Но на деле они полностью обвалились, и вот Олег Сало продаёт их вообще по 25к! О, ништяк! Свои кейсы я нашёл, и осталось 191 штучка. Выставляем их в более-менее популярный магазин, и по цене даже возьму дороже. Не, ну а что? По событиям в спорте тут вообще ничего интересного, и так уж и быть поставим на Лигу Белоруссии. Как всегда, два матча и две ничьи. Аккуратненько на Альте, залетаем на свалку, и тут уж прям как сходка подписчиков. Как говорил чувак из прошлой серии, свалочка-то кормит, реально кормит. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Малфой. Сегодня у нас 150-я серия. Так, 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 в киосочке кто-то купил у нас 70 новогодних кейсов. О, братишка, ты чуть перестарался, 150-я серия выйдет чуть позже. Даем работяке 4 кассика за хорошее настроение, и вот Магнус напомнил мне о банде. У меня наколка пахан, и Магнус говорит, что я как раз могу ее создать, но тут спешить я не буду. Главное добить баланс в 100кк, и уже дальше можно будет экспериментировать. Итак, поехали, рядом со мной спавнится Мерседес, и вот таких баталий я вообще не ожидал. Цену загнали аж на полмиллиона, и просто магическим способом у меня закрылось окно торгов. Из-за этого выдали запрет на участие, и просто я как всегда облажался. Ну все, это прямой намек на то, что мне нужно сыграть пару раз в кости. Покупаем 5к фишек, и начинаем аккуратно играть по одному миллиону. А где Малфой, где Малфой? А вот он. Всем привет, друзья, снова... Эм, блин. И сегодня 100 какая-то-то там часть... Братишка, у тебя почти получилось, но плюсик я тебе уже поставил. Я снимаю серию, как я пришел проиграть в казино. О, какие люди! Тот самый хейтер из прошлой серии. И он в голосовом чате что-то на языке обезьян пробормотал, чтобы я все проиграл. И как назло мне выпало 12. Ой-ой-ой. Ставочка за ставочкой, и я в первый раз с таким хорошим настроением. На балансе 15 тысяч фишек. Это что получается? Мы затащили чистыми 10кк. На счет крупье переводим 150к, обмениваем фишки и просто идеальный баланс 85 миллионов. Опа-опа, как раз игрок продает свою заправку. И я так понимаю, это она. АЗС южная, и она находится на том же самом месте, где когда-то было казино. Спрашиваю, у него край, и он говорит 85 лямов. Ну прям все, что у меня есть. А по прибыли 300-600к, и это прям нормально. Прошу скинуть мне скриншот, а он купил заправку только вчера. Короче, понятно. Типичный барыга, и на такое я точно не поведусь. Залетаем на авторынок, аккуратно смотрим, не появился ли Роллс-Ройс. И, кажется, эту идейку мы отложим, пока не накопим 100кк. Врываемся на конты, проверяем, не заспавнился ли часом наверху кейс. Пытаемся словить рандомный конт спаун, здесь мы в пролете. И свалка тоже не появилась, ну ладно. Залетаем в казино Лытки, и подожди, а в смысле в данном казино нельзя играть? Почему сюда влепили такой запрет, объясните в комментариях. Крутим бесплатную рулетку, выпадают нам очки опыта. В списке призов мы все активируем. И вот так вот незаметно мы вкачали аж 29-й игровой уровень, жесть. Перемещаемся в новый особняк Пэла, и как раз наша семья имеет здесь влияние. Думал поугонять лакшери тачки, но по заказам тут вообще все плохо. На всякий случай закупаемся металлом, и вот Алибек активно угоняет тачки, ну прям красава. Просто не знаю, есть ли смысл рисковать тюрьмой ради 50 тысяч. И опа-пап, мне тут предлагают купить бизнес. Цена ровно 100кк, это зоомагазин в торговом центре. И вот такой вот скриншот прислал мне Димаси. Как он и говорил, что финка нестабильная, но иногда залетают крупные суммы. Но все же я прислушаюсь к своему подписчику. Лака говорит, что те, кто хотел купить животных, уже их купил. И тратить 100кк в надежде на то, что когда-то выстрелит покупка, ну это глупо. Торгуемся за тачку из Европы, еще за транспорт из РФ. И вот реально, что я могу открыть, это аксессуары, хоть и по завышенной цене. Внимание, за полмиллиона я получил... Две маски петуха, как раз идеально будет на мне смотреться. А братве говорим, что выпало три рюкзака, пускай завидуют. Редактор субтитров А.Семкин